Библиотеки в новом формате В нашей студии заведующая Татьяна Ивановна Баранчикова И посетитель библиотеки Светлана Потапова Здравствуйте Добрый день Татьяна Ивановна, расскажите, как давно вы работаете в этой библиотеке и вообще библиотекарем? Очень давно работаю Вы знаете, популяризация книги, чтения является основным в деятельности библиотек Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы А их у нас в городе 37 библиотек И представьте себе, что каждая библиотека находит актуальные, современные, интересные формы мероприятия, на которые приходят наши посетители А библиотека номер 15 чем-то от других отличается? Есть своя специфика? Отличается Наша библиотека является одной из крупнейших библиотек в городе Мы обслуживаем 10500 читателей У нас очень много мероприятий И мероприятия входят как в проекты, так и отдельные мероприятия по плану и по программе нашего филиала Вы ориентируетесь на взрослого читателя или на молодежную аудиторию? Мы ориентируемся и на взрослого читателя, и на молодежную аудиторию И также в нашей библиотеке есть детский абонемент Понятно Ну, Светлана, вы уже детский абонемент перешли Я давно прошла этот возраст Относитесь к молодежной аудитории Скажите, вы вообще давно с детства ходите в библиотеку? Да, да, с детства, началась, конечно, с детского отделения, дальше уже читальный зал И именно в 15-ю? Да, это рядом с домом, это очень удобно Вот по вашему мнению, наблюдению, как меняется библиотека, именно 15-я, со временем? Потому что сейчас идет модернизация, абсолютно новый формат библиотек Модельные, да, вот какие формы? Ну, мы стремимся к этому Да, что вы улавливаете? Разница какая есть? Библиотека всегда шагала в ногу со временем Училась я в школе достаточно давно уже И когда у меня еще дома не было компьютера, он уже был в библиотеке И можно было напечатать реферат, доклад какой-то сделать И сейчас тенденция продолжается Всегда современные мероприятия, актуальные, какие-то просмотры Такие вот литературные вечера И литературные вечера, они просто берете книги Если удается, да, то конечно Вспомните самое интересное мероприятие такое, которое вас утронуло И поразило чем-то из библиотечной вашей реальности Да, да, есть такое мероприятие Несколько лет назад, когда умер Майкл Джексон Библиотека собрала такой вечер памяти Пригласила фанатов, поклонников его творчества Это было здорово Да, неожиданный подход, кажется, да Майкл Джексон и библиотека, оказывается Все совмещается Татьяна Ивановна, что касается тематических таких литературных вечеров Что в ближайшее время, на какое из мероприятий вы можете пригласить своих посетителей? Вы знаете, уже совсем скоро, 24 января, в пятницу Когда спешить на следующий день на работу уже не нужно Мы приглашаем всех любителей поэзии на наше вечернее праздничное мероприятие Которое называется «Ночь Бёрнса» Так Почему Бёрнса? Вы хотите задать? Да, потому что это Роберт Бёрнс Это поэт Если говорить о популяризации творческого наследия всемирно известных поэтов То вот в нашей Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе Этому направлению уделяется особое внимание Директор системы Татьяна Владимировна Гаврилина Предложила проект, который называется «Общество Рильки» Вот этот проект мы сейчас и реализуем И рассказываем нашим читателям о австрийском поэте Рильки Но это не только творческие встречи и вечера, лекции Это еще творческие мастерские И вы знаете, наверное, многие горожане уже побывали в мастерской Валерии Бондаренко В Центральной городской библиотеке известный журналист нашего города, киновед Читает лекции о поэтах Серебряного века Ежегодно в октябре месяце мы проводим декаду Есенина Когда популяризируем творчество Есенина И привлекаем наших читателей к совместному творчеству Мы даже проводим мастер-классы по живописи Я думала, что вы предлагаете читателям писать стихи Оказывается, живопись и библиотека И такое у нас тоже бывает Конкурсы – это программы всех филиалов нашего города Ну вернемся к Роберту Бернсу Светлана, что вас с ним связывает? Вы пойдете на этот вечер? Да, обязательно пойду Связывает в первую очередь мое образование Я филолог английского языка И когда изучаешь язык, его нельзя никогда изучать В отрыве от культуры изучаемого языка Соответственно, изучение поэтов, авторов Это такая неотрывная часть Один из ваших любимых поэтов, получается? Да, один из любимых Познакомилась с ним еще в школе И до сих пор такие вот трепетные чувства А вы читаете в переводе Самуила Яковлевича Маршака Или в подлиннике? Я могу и так, и так Как приятно, когда слышишь Я могу и так, и так Сами переводить не пробовали? Чтобы составить конкуренцию Маршаку в этом отношении? Боюсь, как бы не повредить репутацию Маршака, конечно Но, да, естественно, пыталась переводить сама Это было на каких-то переводчиках Переводческих практикумах в университете Но все-таки предоставим это профессионалам своего дела А что вас трогает в творчестве Бернса? Почему он вам близок? Искренность, с которой он рассказывает обо всем Даже то, как он описывает свою страну Это потрясающе Да, и я лично, когда читаю Бернса Меня всегда удивляет, что у него такая социальная направленность Очень актуальна и для наших дней Что-то про бедность И про любовь, и про простых людей И про богатых, богатеев Причем такое отношение к богатым людям он выстраивает Что не нужно даже этого стесняться своей бедности И, кстати, я вспомнила, что одна из песен В фильме «Здравствуйте, я ваша тетя» Думаю, интересно будет нашим зрителям Как раз на стихи Бернса и Лучи И называется она «Любовь и бедность», которую исполнил актер Александр Калягин Да, и вот сразу он становится нам всем ближе Кроме того, по-моему, если вот я не ошибаюсь Любовь и голуби тоже его стихи Вот служебный роман А, служебный роман В душе покоя нет Весь день я жду кого-то Стихи Роберта Бернса Вот так Ну, я думаю, что раз вы, Светлана, заявили о том Что вы можете читать и так, и так То предлагаю вам прочесть Любимое, одно из любимых, наверное, ваших стихотворений Которое вы выбрали И на каком это будет языке? На русском или на английском? На английском Мое любимое стихотворение «My heart's in the highlands» Если позволите, то оно сегодня фаворит моего выбора До того, как прочитаете, несколько слов Такая интерпретация Ну, о чем это стихотворение? Потому что поймут, наверное, все-таки не все Он говорит о природе родного края О том, как ему близок каждый уголок Что его сердце осталось там навсегда И снова о любви Да, да, это такая любовь Не только между мужчиной и женщиной Но о любви к родине, к природе Да, конечно, каждому человеку это близко Ну, пожалуйста, предоставляю вам слово И вот ваша камера «My heart's in the highlands» «My heart's in the highlands» «My heart is not here» Спасибо большое Я лично у меня было такое ощущение, что я смотрю фильм художественный Где вот какой-то герой рассказывает о своей любви к природе Что касается вот этого вечера Каким он будет? Литературным, музыкальным Как долго он будет длиться? Кому он будет интересен? Ну, прежде всего, он будет интересен любителям поэзии Длиться он будет столько, сколько состоится интерес к этому вечеру Литературно-музыкальный вечер Вы знаете, для того, чтобы он состоялся Мы работаем с партнерами И в этот день у нас будут шотландские народные песни Которые будут исполнять преподаватели и воспитанники детской музыкальной школы номер 9 Мы пригласили хор «Горлица», который будет исполнять лирические, любовные песни на стихи Бернса У нас будет мастер-класс «Шотландия в моем сердце», где каждый сможет оставить на память открыточку о Шотландии Кроме этого, будет викторина Роберт Бернс, певец любви и свободы И, конечно, очень хотелось бы, чтобы перед нашим вечером наши дорогие читатели зашли в любую библиотеку города Выбрали томик Бернса и пришли к нам на вечер уже подготовленными Чтобы получить за свое выступление, за свои отгадки викторина небольшой приз Ну вот хорошее предупреждение Действительно, стоит не только идти, а сначала, наверное, вникнуть, да, проникнуться творчеством Ну, хотелось бы, да Ну да, или чтобы просто познакомиться, это тоже вариант, да, даже если ты не читала, не знаешь, что открыть для себя У нас есть небольшой сюрприз К концу вечера каждый участник может присоединиться к праздничному столу, где мы приготовим хаггис, но по русскому рецепту Очень интересно Хотелось бы все-таки услышать несколько слов об этом поэте Роберте Бернсе и ваше понимание, почему он популярен у нас, чем он нам близок тоже Ну, как я уже сказала, мы популяризируем творчество поэтов Ведь он же из какого, два века назад, да, где-то? 18 века, 25 января 1759 год родился Роберт Бернс И до сих пор, что значит классик, да, его любят и читают Бернсом интересовались всегда Им интересовался Тургенев, Некрасов Вы знаете, у Пушкина стоял двухтомник Роберта Бернса И надо отметить, что в тяжелые годы для нашей страны, в годы Великой Отечественной войны В 1942-1943 годах профессор Орлов опубликовал свои труды о Роберте Бернсе И мы современники, конечно, знаем творчество в переводах Маршака Но шотландцы считают родиной Россию Роберта Бернса Считают, что Россия это вторая родина Вторая Вторая родина Бернса Маршак сделал Бернса русским Оставил его при этом шотландцам Вот так сказал другой поэт, Александр Твардовский О Бернсе И родившийся, как я уже сказала, 25 января 1759 года Бернс считается символ нации Шотландии И, наверное, нет ни одного дома, где не висел бы портрет Бернса Где бы не стояли сборники его стихов Можно, наверное, по популярности с Пушкиным сравнить, как у нас, или нет? Я думаю, что да Бернса знает весь мир И 25 января в Шотландии отмечается как национальный праздник Семейный любимый праздник Да, конечно Светлана, расскажите, пожалуйста, как молодой человек Посоветуйте также молодым людям, кто еще не ходит в библиотеку Чем она может быть полезна, привлекательна, интересна? И почему нужно, ну, как мне кажется, не игнорировать, да, вот это заведение, а все-таки посещать его? Для меня, в первую очередь, большую ценность имеют именно печатные издания Мне никогда не было удобно читать с планшета, с ноутбуком Мне хочется, знаете, потрогать, понюхать, вот полистать И это большое преимущество для меня Покупать бесконечное количество книг Не хватит просто квартиры на это Нужна своя библиотека Именно вот городские библиотеки предоставляют такую возможность Более того, всегда можно найти те книги, которых нет даже в интернет-библиотеках Неоднократно были случаи, когда я училась в университете, писала какие-то работы И находились только печатные издания в какой-нибудь одной библиотеке Какое-нибудь одно на весь город За него там такая очередь, лист ожидания на эту книгу То есть уникальные экземпляры Да, всегда можно было найти Ну что ж, спасибо вам за эту любовь и к поэзии, и к чтению, к книгам Я думаю, что это очень важно для человека погружаться Уметь погружаться в этот мир книжный, уметь читать книги И еще раз напомним, когда состоится этот вечер Роберта Бернса Наш вечер состоится 24 января, 18 часов, по адресу Республиканская, 59, библиотеки, номер 15 Спасибо с нашими телезрителями Мы встретимся через минутку и продолжим разговор о библиотеках А с вами я прощаюсь, всего хорошего, до свидания Продолжаем программу и в нашей студии заведующая библиотекой имени Крупской Валентина Чуваева Здравствуйте, Валентина Здравствуйте 2020 год, это год 75-летия Победы, Великой Отечественной войне Скажите, как ваша библиотека отметит эту дату и уже начала как-то с этой темой работать и приобщать своих посетителей Информировать, рассказывать больше о войне Конечно, это такая дата, которую очень сложно обойти, вы сами понимаете И библиотека это центр коммуникации, информации То есть мы не только сообщаем о каких-то памятных датах Мы обучаем, знакомим, пытаемся это сохранить, передать наследие У нас 22 января проходит мероприятие в библиотеках, посвященные вот самой дате, которая вот сейчас у нас будет Это блокады Ленинграда 77 лет прошло с этой даты У нас в различных филиалах Первый, 27-й, 8-й, центральная библиотека имени Крупской То есть по всей системе буквально пройдет ряд мероприятий Которые будут рассказывать о том, как тяжело Жилось людям в это время Дорога жизни Ну то есть знакомить с этими Нелегкими, так скажем, моментами Нашей страны Но об этом говорить нужно, необходимо И в этом году же юбилей у нас вообще победы То есть у нас будет очень много мероприятий, которые будут постепенно погружать наших читателей И наших будущих читателей, кто захочет к нам присоединиться Вот в эти нелегкие моменты Но радостные Потому что все закончилось победой, как мы знаем Скажите, какую художественную литературу, военной тематики Вы могли бы порекомендовать для молодой аудитории Для тех, кто Ну все меньше и меньше, будем так говорить Сталкивается с воспоминаниями Вы знаете, меня Саму поразила очень книга Михаила Сухачева Дети блокады Рассказывается там Ну о всех Вроде как нам известных вещах Но так трогательно и проникновенно Я бы советовала почитать эту книгу каждому И именно молодым людям, которые Ну знают по чуть-чуть и обо всем, так скажем Вот Эта книга позволит по-другому посмотреть на ребят Своих сверстников Совершенно по-другому, как им было тяжело А еще, конечно, если Вы думающий Если вы читающий Если вы мыслящий человек То я бы вам советовала Почитать блокадную книгу Данила Гранина Несмотря на то, что нам казалось бы Да, что Она, да Серьезная, как вы сказали Тем не менее, там очень доступным языком Через интервью Какие-то истории Данил Гранин Настолько показывает Быт вот того времени И в то же время Наш современный взгляд сейчас Как на это можно посмотреть Очень интересно Что вы скажете о Викторе Астафьеве? Неоднозначное тоже к нему как-то Сложилось отношение? Конечно Конечно Вы знаете Мне Несмотря на какие-то Так скажем Комментарии о грехе В общем и целом Мне понравилось Там есть мысли Которые можно назвать Смелыми Революционными Кто-то может быть Назовет их даже крамольными Но если вот эту шелуху убрать Главная мысль Она понятна И Она трогает А когда трогает Значит Ну вот мне нравится Когда вот я могу Поплакать над произведением Ну так скажем То значит хорошо Есть такая тенденция Не только из документального Делать художественное Но и в документальном Как ни странно Когда читаешь даже хронику Есть такие темы Казалось бы Которые даже вот не придумаешь Специально Вот именно художественные Истории Личные Просто Истории любви И так далее Вот что Может служить даже Примером Такого отношения И К людям близким И к своей родине И к родному городу И так далее Это всюду И вы знаете У нас сейчас Идет Подготовка Мы реализуем проект Называется Голоса Великой Войны И там как раз Говорится вот об этой Художественности То есть мы собираем В центральной городской Библиотеке Имени Крупской Информацию Документальные Письма Фронтовые Фотографии Открытки И Все что может Человек Вот нам предоставить А у нас таких Читателей Много достаточно И Занимаемся Сохранением Вот этих вот данных И из них Мы делаем Уникальнейшую Выставку И там у нас Получается Целая история Мы говорим Об Жителях Самары Самарской области Через письма Поэтому Голоса Когда письма Звучат И это настолько Проникновенно Вы просто Передать невозможно А кто озвучивает Кто читает По-разному То есть Есть наши библиотекари Которые Хорошо поставлен Голос Которые Вот как скажут Так сразу Вот туда Попадает В душу Есть у нас Профессионалы Которых мы Приглашаем со стороны Есть профессиональные Актеры Режиссеры Есть филологи Есть культурологи То есть Очень много Людей Которые задействованы В этом проекте Потому что Он проходит При поддержке Правительства Самары То есть Все очень серьезно Я призываю Вам тоже Присоединиться К нам У нас в апреле Будет презентация Нашей выставки Приходите Я могу позвать Конечно Уважаемые жители Города Самары Мы приглашаем вас В апреле В центральную Городскую библиотеку Имени Крупской Кроме того Чтобы наша выставка Была более объемной Вы можете приносить Свои фотографии Может быть Письма Какие-то С фронта Потому что Бумага Чернила Они выцветают Теряются А мы поможем Сохранить У нас есть Специальное оборудование Для этого То есть У нас есть Специалисты Которые Это все Могут Допустим В цифровом формате Подкорректировать Если фотография Немножко Так скажем Ранена Вот То есть Мы это все Приведем в порядок И сохраним Поможем вам И этот проект Увидит очень много Зрителей И я хотела бы Договорить О художественности То есть Вот эта выставка Наша Которая будет Совершенно просто Уникальной Мы готовим спектакль Поскольку К нам попали Совершенно уникальные Письма И можно проследить Историю Целой семьи Во время Великой Отечественной Войны И некоторые Другие письма Которые приносят Нам читатели Они стали Сюжетом Для спектакля И письма Которые становятся Импровизированной Площадкой И когда действие Идет Вот непосредственно Рядом с вами Практически Вот как мы С вами сидим Условно Вот Тогда живее Чувствуешь Воспринимаешь Когда речь Не написанная Режиссером А взятая Из реальных Писем Как это было Это очень интересно Очень трогательно Приходите Не пожалеете Как разрабатываются Эти проекты Потому что Ну всего Есть свое направление Есть в школах Музеи школьные Есть и музей Блокадного Ленинграда По-моему В 90-й школе Если я не ошибаюсь И в 90-е В некоторых школах Да, да, да И выставки Многочисленные И центры Проводят Вот такие Тематические вечера А у вас Как рождаются Вот эти проекты Чтобы было Еще интереснее Еще объемнее Вот эта тема Представить Наша особенность Да, я поняла О чем вы спросили Наша особенность И уникальность в том Что в каждую выставку Мы вовлекаем эмоции То есть это не просто Например, картина Да, которая сама по себе Конечно же Рассказывает Рассказывает Да, да, да Вот Но мы помогаем светом Мы помогаем музыкой Мы создаем вокруг Какое-то некое действие Это может быть драматическое Это может быть лирическое Это может быть совершенно Даже шорохи и звуки То есть И человек погружается Это выставки настроения Это выставки эмоций Выставки воспоминания И когда ты смотришь Например, казалось бы Да, поэтическая выставка Которая там Говорит, например Там, посвященная Малевичу Да, и ты совершенно смотришь На какие-то абстрактные вещи И тебе они, казалось бы Не близки Но Ты слышишь звуки речи Ты смотришь На какой-то луч Да, который падает На эту картину И совершенно Другие эмоции Возникают В этом наша особенность Когда мы можем В обыкновенном Видеть необыкновенное И подключить эмоции Тех людей Которые к нам приходят Молодежь Такого больше нет нигде Да, ну вот Действительно Интересный подход Насколько молодежь Вовлечена в эту тему Опять же Расскажу о противоречии Потому что тема патриотизма Она тоже К ней неоднозначное Тоже отношение Кто-то слишком Очень как-то Официозно Все это преподносит Кто-то и говорит Что И не надо Вот дополнительно Вот это вот Все об этом говорить Настраивать Дело в том Что когда Сейчас молодые люди Они Все опять же Вот через Какую-то визуализацию Когда они видят Картинку Вот говорят О клепости Мышлении Да, они видят Картинку И она им близка И она Откликается у них И такой же крючок Они идут и приходят Да Монок Да, да, да Как говорил Станиславский Вот Когда они видят Какое-то Что-то такое Что их цепляет Они приходят И если Тема Серьезная Их цепляет Вдвойне И это на самом деле Очень актуально К нам приходят Ребята У нас есть Библиотеки Имени Крупской Центра общественного доступа И мы Оцифровываем фотографии Мы Участвуем В победном Мае В масштабной Акции В бессмертном полку Вот И к нам можно Принести фотографии Своих родственников И мы их сделаем Красивыми Для вот этой акции И приходят молодые люди Приносят своих Прадедушек уже То есть не дедушек Не родителей А прапрапрадедушек Они приходят С историей Говорят о том Что Мой там прапрадедушка Мой дедушка И так далее И соответственно Мы видим Что молодежь этим интересуется И вот такие вот истории Семейные Мы храним Хорошо, что произошел Разворот в эту сторону Потому что действительно И бессмертный полк Эта акция помогла Очень в этом Потому что нашлись и портреты И отсюда информация пошла И так далее Ваше определение Патриотизма Валентина Что вы думаете об этом Что вообще это такое Как можно сказать Что это такое Если бы я сказала Как мама Я бы сказала Это значит Любить То, где ты живешь Знать свою историю Свои корни И не так Что значит Что 27 января 1943 года Была снята блокада Ленинграда Нет А знать о том Что была война Что там мои предки Дядя Ваня И так далее Да Они служили Они погибли Чтобы я мог Смотреть в окно Радоваться солнцу Ну то есть патриотизм Когда ты воспитываешь В человеке ответственность За то, что ты живешь В своей стране Ну и еще говорят Что патриотизм Ближе всего Это твоя семья И он начинается Именно с семьи Начни любить Свою семью Своих родных Близких Отдавать вот это тепло и любовь И так дальше Дальше Вот это наверное Вот чтобы не говорить Уже такими громкими словами А вот действительно Любить то место Своих близких И так далее Нам в библиотеке Удается На вот таких Серьезных мероприятиях Создать атмосферу Когда она Не пафосно Показательная Так скажем А когда человек Ребенок в данном случае Или подросток Он искренне переживает За то, что происходило Когда-то Он для каждого Практически Получается то Что трогает его То есть То какая-то история Рассказанная То какой-то документ Показанный Когда дети Например Берут вот в руки Какой-то вот Исторический документ Это очень действует Когда потрогать Вот на это мероприятие Тоже можно приводить Да, конечно Какие-то возрастные рамки Есть? Они присутствуют Но опять же Это нужно заходить На наш сайт И там написано 6 плюс 12 плюс 14 плюс То есть мы очень Это Работаем для Широкого круга Читателей Как это говорится Вот Широкая возрастная история Да Наше время подходит К концу И у вас остается Меньше минутки Чтобы пригласить На ближайшие Наверное мероприятия Вашу библиотеку Ближайшее мероприятие Состоится 22, 23, 24, 27 января В наших библиотеках СМИПС Приходите Следите, пожалуйста За рекламой Кроме этого Мы еще проводим мероприятие По Сталинградской библиотве Которое произойдет 3, 2 и 4 февраля Приходите, пожалуйста В наши библиотеки Спасибо, Валентина За эту информацию За ваше отношение К вашему профессиональному делу Всего хорошего Прощаюсь я и с вами До свидания Редактор субтитров А.Семкин